Льву Додину сегодня 75. Художественного руководителя малого драматического театра часто называют рентгеном человеческих душ. Его артисты с третьим звонком выходят на сцену не играть роль, а действительно ее проживать. В прайд Льва Додина ненадолго внедрился Павел Рыжков. Маленькая, да, сцена. Совершенно. Вот. А здесь нужно такое природу сделать. Зеркала помогли. Еще там, если помните, в зеркалах появлялся сад. Эти зеркала расширили подмозг и так, что невозможно поверить. Фотографии спектакля «Вишневый сад» версии 1994 года сделаны на сцене МДТ, размер которой после 15 сценографий для постановок Льва Додина художник Эдуард Кочергин знает наизусть. 8 метров ширину и высоту меньше 5. Для решения оформления не самого большого пространства в городе режиссер и сценограф выбирали совсем неформальный стиль общения. Мы сочиняли все это пространство. Не просто вот так сидели академически и что-то там делали, гуляли по городу, заходили в рюмочные тогда еще были, знаете, великие советские, помните. Вот. Выпивали по 50 грамм, а может быть и больше. И там на салфетках договаривались. Вот так же совместно договорились о божественном небе, грешной земле и аде. Все это можно увидеть в другой работе Додина и Кочергина «Спектакль бесы». Вместе строили и дом на сцене. Спектакль по прозе Абрамова стал культовым и определил вектор творческих исканий для самого Додина и всего МДТ. Потом снова по трилогии Абрамова постановка «Братья и сестры», которые, удивительное дело, выросли до большой саги спектакля, поставленного на курсе театрального института. И до сих пор они в репертуаре. Здесь основная часть труппы – выпускники шести курсов Льва Додина и трех стажерских. Худрук МДТ известен как педагог и остается им за пределами вуза. Как уверена Татьяна Расказова, актриса с 30-летним стажем службы в МДТ, не считая годы учебы на курсе, этот режиссер вытащит что угодно из любого, ступившего на его сцену. А он заставляет тебя вывернуться наизнанку. И вдруг оказывается, что ты можешь сделать то, что даже никогда не предполагал, что это вообще в тебе есть. И в этом, конечно, это не только режиссерский талант, это великий талант педагога. Талант педагога создал не только кинокумиров, но и великолепных артистов для своей труппы. Ксения Рапопор, Данила Козловская, Елизавета Боярская, Игорь Черневич, Игорь Иванов, Лев Додин – ученик прославленного Бориса Зона. Не только единственный, кто сохранил в городе особые методы работы с артистами, но и давно создал свою неповторимую школу мастерства. Для самого Додина все начиналось еще в Тюте, Дворца пионеров, куда он пришел к подросткам вместе с соседом по парте Сергеем Соловьевым. Лев Абрамович как-то, он прикипел душой к Тюту, просто душой. Я, так сказать, там ходил в Тюты, так сказать, но на 50% из товарищеской любви к Леве. А он из бескорыстной любви к театру. Его за глаза даже называли «Кочующий лев». Спектакли в разных театрах Ленинграда, Москвы, конечно, начало карьеры определило попадание в режиссерскую команду Карагодского в Тюзи. И уже почти 40 лет, как лев сцены, воцарился в МДТ. Из областного коллектива режиссер создал не просто театр федерального подчинения, а театр Европы с единственным подобным статусом в России. Критики спорили и спорили всегда, что хотел сказать режиссер в своем «Гамлете», который предельно жесток и разоблачительный, и в то же время весьма интимен. И короле лирий, которого оставил без лирики. Для него гений Шекспира не в стихах, а в идеях. Дудин долго решался поставить дядю Ваню, но теперь ясно. Весь его чеховский цикл, в том числе и «Чайка», не случайно прилетевший в успех «Раз или два». Это подкреплено верностью режиссера психологическому театру и уровнем актерской правды, который в этом театре был и будет всегда. Павел Рыжков, Анатолий Григорьев, Александр Викторов, Александр Зарецкий, НТВ, Петербург, Москва.